Вести Карачаева, Черкесия Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране будет восстановлено почетное звание «Мать-героиня». При присвоении почетного звания «Мать-героиня» выплата составит 1 миллион рублей. При вручении медали ордена «Родительская слава» у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата. Медаль. Я предлагаю установить такую единовременную выплату. Вот за орден у нас была выплата единовременно 100 тысяч. За медаль ничего не было. Вот я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», единовременно выплачивать миллион рублей. Премьер-министр Карачаева Чекеси Мурат Аргунов провел заседание правительства региона, на котором рассмотрено 13 опросов. Члены правительства приняли проект постановления об итогах исполнения республиканского бюджета за первый квартал этого года. По словам министра финансов республики Вадима Камышана, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, объем доходов увеличился на более чем 101%. Участники заседания приняли и проект постановления, устанавливающий величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-Чекесе на 2022 год. Итак, величина прожиточного минимума в республике на душу населения 12 667 рублей, для трудоспособного населения 13 806 рублей, пенсионеров 10 893 рубля и для детей 13 201 рубль. В Малом зале Дома правительства под руководством первого заместителя председателя правительства Хызыра Чекуева прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карачаево-Чекесе. На повестку дня был вынесен вопрос о ходе подготовки безопасного отдыха детей в детских оздоровительных лагерях. По данному вопросу профильным министерствам и ведомствам поручено обеспечить устранение недостатков, выявленных в ходе профилактических выездов Межведомственной комиссии по проверке лагерей. Представителям компетентных ведомств и организаций также поручено организовать проведение учебно-методических занятий и инструктажей с преподавателями, вожатыми и отдыхающими по вопросам пожарной безопасности и правилам безопасности на водных объектах. Особое внимание необходимо уделить ответственности руководителей детских оздоровительных лагерей за безопасное проведение купального сезона во время школьных каникул. Правительство России запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами, то есть без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей. Для остальных регионов – 6 миллионов. Карачаево-Черкесия вошла в список регионов с самыми здоровыми детьми школьного возраста за прошлые годы. В России детям в зависимости от их состояния присваивается та или иная группа здоровья. Всего их 5. Наиболее здоровыми считаются первая и вторая группы. Самая высокая доля детей первой и второй группы здоровья отмечается в Магаданской области. Здесь почти 96%. Республики Тыва – 92%. И Карачаево-Черкесии – более 91,5%. Следом за ними идут Адыгея и Чечня. Такие данные приводит Министерство здравоохранения России за прошлый год касательно учащихся общеобразовательных организаций. В среднем по России дети с первой и второй группами здоровья составляют около 83,5% от общего количества учащихся школ. Большинство учащихся школ в стране имеют вторую группу здоровья. Это более 8 миллионов. И первая группа присвоена около 4 миллионам детей, а третья – 2 миллионам. В четвертую и пятую группы попали 85 тысяч и 269 тысяч школьников, соответственно. А теперь об изменениях, которые произойдут в этом месяце. Пенсии, мрот и прожиточный минимум уже выросли с 1 июня на 10%. Вырастут также детские пособия, декретные и больничные. Этот месяц – последний, когда можно обратиться в банк за возвратом удержанных выплат. Если деньги удержали в счет кредита, их вернут в течение недели. Выпускники школ старше 18 лет смогут получать пенсию по потере кормильца до 1 сентября текущего года, когда закончили обучение. При продолжении очного обучения ее будут выплачивать до 23 лет. Лекарства для лечения заболеваний из утвержденного перечня можно будет использовать для детей, даже если в инструкции нет детской дозировки. Молодежь старше 18 лет сможет проходить лечение в той же медицинской организации до 21 года. Кроме того, с 29 июня для подтверждения личности вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС можно будет указывать номер водительских прав. В этом году День России выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с 11 по 13 июня. В Хабецком районе, как мы уже сообщали, выполнили план по вакцинации от коронавируса на 100%. Здесь привились 18 628 человек, что составляет 100% от плана по иммунизации. Из них 4191 человек – это люди старшего возраста, то есть 60+, которые находятся в зоне высокого риска по COVID-19. Напомним, что Хабецкое муниципальное образование стало пятым районом в Карачаево-Черкесе, где план по иммунизации выполнен на 100%. До этого стопроцентный результат по вакцинации от COVID-19 показали Адыгихайблский, Ногайский, Зеленчукский и Абазинский районы. Всего на сегодняшний день в Карачаево-Черкесе от коронавируса привились почти 225 тысяч человек, что составляет 78% от плана по вакцинации. И приятная новость. Впервые за все это время в Карачаево-Черкесе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Напомним, общее количество зафиксированных случаев инфицирования по республике – 46 029 человек. Из них 44 898 выздоровели и, как ни печально, 984 скончались. За мае сотрудники Центра управления регионом обработали более 170 сообщений, поступивших от жителей Карачаево-Черкесе в социальных сетях. Среднее время ответа на обращения граждан через систему инцидент-менеджмент составило 52 минуты. Наиболее актуальными вопросами по-прежнему были дороги, общественный транспорт, ЖКХ, благоустройство, а также социальное обслуживание и защита. Статистика обращений среди муниципальных образований показала, что больше всего сообщений поступило от жителей Черкеска – почти 70% от общего числа обращений. На втором месте Карачаевск – 13% и на третьем – Урубский район – более 5% обращений. Чаще всего жители Карачаево-Черкесе обращаются через ВКонтакте и Телеграм. Используется также площадка «Одноклассники». На базе центра «Мой бизнес» продолжает работу «Горячая линия», куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения, оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности у начальника центра Беслана Карданова. Министерством экономического развития Карачаевой Черкесской Республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес КЧР» запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших обстоятельствах, а также сообщить о проверках контрольно-надзорных органов. Задача «Горячая линия» – это предоставление информации и помощь в разъяснении предпринимателям их прав. Также для предпринимателей Карачаевой Черкесии открыты двери центра «Мой бизнес» по адресу город Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты «Горячая линия» 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы центра – будни с 9 до 18.00. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает о том, что ведется регистрация хозяйствующих субъектов, занимающихся производством, использованием и реализацией пестицидов. Информацию комментирует государственный инспектор управления Сергей Аракеля. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание, что после 1 июля 2022 года хозяйствующие субъекты, не прошедшие регистрацию системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн», не смогут осуществлять деятельность по обороту и применению пестицидов и агрохимикатов. Система «Сатурн» обеспечит учет партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении, хранении, перевозке и применении. Управление Россельхознадзора в настоящий момент принимает заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на включение в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов. С образцами заявлений, а также порядком регистрации в системе можно ознакомиться на официальном сайте Управления Россельхознадзора в разделе «Пестициды». Из которых дети до 14 лет. С целью снижения риска заражения населения Карачаево-Черкесии инфекциями, передающимися через клещей, органами исполнительной и муниципальной власти полным ходом проводятся мероприятия по борьбе с вирусными насекомыми. Заранее были обработаны рекреационные зоны в Черкесске. В настоящее время специалисты обрабатывают другие эпидзначимые биотопы. На сегодняшний день проведенные акарицидные обработки составляют более 100 гектаров. Уроженец Узбекистана задержан в Карачаево-Черкесии по подозрению в сбыте поддельных национальных водительских удостоверений, якобы выданных на его родине. Информацию комментирует старший инспектор пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии Казим Байбанов. При содействии инспекторов ГИБДД автомашину, на которой передвигался подозреваемый, остановили. Мужчину задержали. Выяснилось, что он и сам ездил по поддельному водительскому удостоверению, которое ему дистанционно изготовил и переслал по почте неизвестный, связь с которым он осуществлял через мессенджер WhatsApp. В дальнейшем подозреваемый обеспечивал подобными фальшивками стоимостью 18-20 тысяч рублей и своих знакомых, тоже уроженцев ближнего зарубежья. За свои посреднические услуги мужчина оставлял себе по 4 тысячи рублей. При этом клиентов вводили в заблуждение, уверяя, что удостоверения настоящие. По данным следствия, таким образом обмануты 11 человек. Все они установлены, поддельные документы изъяты. По линии Интерпола отделом МВД России по Малакарачаевскому району получил ответ о том, что указанным лицам в подразделениях госавтоинспекции Республики Узбекистан водительские удостоверения не выдавались. В настоящее время отделом МВД России по Малакарачаевскому району возбуждены уголовные дела. В прокуратуре Республики создан телефон горячей линии 26-01-45 для сообщения о фактах нарушения прав участников в ходе ЕГЭ и государственной итоговой аттестации. Поступившая информация будет проверена и при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Росреестр проводит Всероссийскую неделю правовой помощи детям. В частности, организовываются очные консультации родителей по вопросам действий с недвижимостью в интересах детей. Работа горячих линий, а в социальных сетях появляются ответы на популярные вопросы. Информацию комментирует пресс-секретарь управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Фатима Сулейманова. Для того, чтобы получить очную консультацию, можно обратиться в административное здание управления Росреестра по Карачаево-Черкесской Республике по адресу город Черкесск, улица Октябрьская, 343. Кроме того, 2 и 3 июня можно обратиться в управление Росреестра по Карачаево-Черкесской Республике, позвонив на горячую телефонную линию по номеру 8 878 2 25 05 55, добавочный 111. Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом расширяет серию открыток о российских регионах. Новый выпуск посвящен направлениям летнего туризма. В серию вошли открытки с изображением знаковых мест 20 регионов Карачаево-Черкесии, Краснодарского, Приморского и Алтайского краев, Ростовской, Воронежской, Ивановской, Тульской, Нижегородской, Калининградской, Архангельской, Самарской, Челябинской, Владимирской и Псковской областей, а также Республика Алтай, Татарстан, Калмыкия, Дагестан и Кабардино-Балкария. В серию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Для каждого региона подготовлено по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями. Например, для Карачаево-Черкесии, гора Эльбрус, главный Кавказский хребет, Шанинский храм, плата Бермамыт и красочные ущелья. Тираж каждого варианта – тысяча экземпляров. Приобрести открытки можно в почтовых отделениях регионов, вошедших в серию, а также в магазине Русского географического общества в Москве. 12-летний житель республики получил награду за героизм. Амин Мамчу спас четырехлетнего тонущего ребенка, за что получил нагрудный знак и символ «Горячее сердце». Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» признана отметить детей и молодежь, которые проявили неравнодушие, совершили героические поступки или преодолели трудные жизненные ситуации. По итогам акции ежегодно издается почетная книга «Горячее сердце». На ее страницах рассказывается история о поступках награжденных ребят. В 2022 году в почетную книгу вошли истории 141 лауреата, в их числе юный житель Карачаева-Черкесии Амин Мамчуев. В Черкесске прошел сольный концерт народной артистки Карачаева-Черкесии «Зары» под названием «Мир вашему дому». Для концерта были отобраны лучшие песни из репертуара исполнительницы. Ранее певица Зара снимала музыкальный клип в нашей республике. Это долгожданный концерт и долгожданный тур по Северному Кавказу. И мне очень хотелось, чтобы моя концертная программа была составлена так, чтобы подарить как можно больше положительных, самых-самых теплых и добрых эмоций зрителю. Поэтому собраны лучшие мои песни, учитывая, конечно же, и регион, я понимаю, какие песни больше здесь нравятся. Я всегда с большим уважением отношусь к традициям города, к его специфике, потому что все-таки везде публика, она особенная. Горжусь, очень горжусь тем, что являюсь народной артисткой Карачаева-Черкесии. Для меня это очень много значит. Для меня это большой аванс, и я очень хочу его оправдать. В рамках Дней культуры Адыгеи и Карачаева-Черкесии 18 июня во Дворце культуры Черкесии состоится концерт эстрадного ансамбля Штен Госфилармонии Адыгеи «Живут адыги на земле моей». Художный руководитель Али Хачак начало в 19 часов. Вход свободный по предварительной регистрации. Напомним, что Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаева-Черкесия в этом году празднуют в столетии со дня образования. В картиной галереи Черкеска прошел благотворительный арт-аукцион «Соединение». Вырученные средства пойдут на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. На продажу были выставлены уникальные произведения искусства, творения художников из самых разных уголков России. Гости смогли сделать выбор из более чем 60 картин. Мероприятие прошло по инициативе благотворительной организации «Самира» уже второй раз. Два года назад организаторами было выручено более 100 тысяч рублей для помощи больных коронавирусом. Радио России, Карачаева-Черкесия, погода. В 18-23 и выше 3000 метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске без существенных осадков. В Восточной 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 32. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова